Я согласен совершенно, когда здесь прозвучало про страх. Страх, да, но страх какой? В Карибский... Подождите, подождите. В Карибский кризис, тогда возник страх. Мы действительно организовали Карибский кризис в ответ на их размещение ракет у нашей территории. Создали им равную угрозу. У них была паника. Паника Третьей мировой войны. Они впервые себя почувствовали в опасности. Сейчас нам нужно повторить Карибский кризис, но не зеркально. Потому что от того, что мы разместим сарматы или еще что-то, проведем учения рядом с их берегами, это не подействует. Этого страха... А что надо сделать тогда? Этого страха у них уже нет. Они потому что прекрасно понимают, что мы не сумасшедшие и Третью мировую войну развязывать не будем. Точно так же, как и мы понимаем, что они минидминами и трайдентами по нам стрелять сейчас не будут. Знаю, что ответ будет. Соответственно, нам нужно сейчас создать опасность для Соединенных Штатов, именно Соединенных Штатов, не Европа. Как? Как она должна выглядеть? Пока Соединенные Штаты не окажутся в положении, в котором мы сейчас, когда мы вынуждены вести боевые действия, когда мы вынуждены тратить ресурсы и когда гибнут наши люди, вот в таком же положении должны сейчас оказаться Соединенные Штаты. Один из способов, это накачивать вооружением всех врагов Соединенных Штатов, чтобы начали взрываться американские военные базы за рубежом. Не мы по ним ударили. И когда кто-то говорит, если там где-то база взорвется нашим вооружением, они начнут Третью мировую, извините, когда они обстреливают американским оружием Белгород, мы не начинаем Третью мировую. Это игра такая, знаете, в долгую, в долгую. Это игра... А вопросы нужно решать вот прямо сейчас. А вы знаете, сразу решить невозможно, и это нужно понять. Кто будет участвовать? Потому что стимула сесть... Вас все любят, как собака-палку, полминута. Раун Георгиевич, стимула сесть за стол переговоров для Соединенных Штатов сейчас нет. Они в шоколаде в полном. У них нет никаких убытков. Европа несет ущерб. Да, мы несем ущерб. Украину вообще никто в расчет не берет, а Соединенные Штаты только наживаются. Пока у них не возникнет опасности, они на переговоры не пойдут. Понятно, понятно. Например, давайте начиняться. Продолжение следует...